Масс в переводе с якутского означает деревянная палка, рестлинг с английского борьба. Этот спорт пришел к нам из древности, от народа Саха. Массрестлинг второй год входит в спортивную программу Восточного экономического форума. Пилотный турнир был признан как успешный. Захватывающие динамичные поединки гигантов не оставили зрителей в ЭФ равнодушными, поэтому было принято решение сделать турнир традиционным. Это для того, чтобы была дружба между спортсменами, сполченностью команд и пропаганда и популяризация массрестлинга. Очень древний вид спорта, национальный вид спорта народа Саха, который проживает на северо-востоке России. Очень большая работа проделана Министерством спорта Российской Федерации, которая аккредитовала его как российский вид спорта и сегодня дала ему возможность выйти на международную арену. Сегодня 46 стран объединяет Международная Федерация. 24 спортсмена из Австралии и Океании, Европы, Азии, Северной и Южной Америки приехали удивлять участников форума. Весовая категория абсолютная, и это значит, что здесь тяжеловесы и супертяжеловесы. Правила очень просты – вырвать палку из рук соперника. Поединок длится до победы в двух раундах одного из борцов, побеждая тот, кому удалось перетянуть соперника через опорную доску или если противник выпустил палку. Но главной изюминкой турнира стал перенос камня на дальность. Сила и мощь, ловкость и хитроумные подходы, решимость и стремительность – все эти качества присущи сильнейшим мастрестлерам мира. Этот камень весом 116 килограммов. Нужен он для того, чтобы спортсмены перед тем, как стали поднимать основной вес, на нем тренировались. Попробую это сделать и я. А вот вес главного спортивного инвентаря – 151 килограмм. Некоторым спортсменам попытка поднять и пронести камень давалась нелегко. Однако многие уверенно шагали в обнимку с огромным булыжником. Чрезвычайно важное соревнование. Я очень счастлив представить Уругвай. Было непросто соревноваться в своей 50-килограммовой категории, но своим результатом доволен. Турнир собрал тех, кто впервые приехал на Приморскую землю, а также тех, кто удивлял своей силой год назад. Якутский спорт не из простых, так как он требует неимоверной техники и слаженной работы всех групп мышц. Технически правильно надо было взять. Первый раз пробовал его, но пока на 30 метров пронес. Там посмотрим результат, каким стану. Вы, в принципе, довольны своим результатом? Нет. Никогда не довольны своим результатом. До конца. Еще до начала турнира всех участников разделили на две команды – Вальхала и Атила. На жеребьевку не влияла страна, которую представляет спортсмен. В командном зачете гунны уступили викингам. А вот в личном первенстве в переносе камня лучшими стали литовский силач и два богатыря с Украины. Я камни очень хорошо делаю. То есть для меня это не вес. Я носил и 190 камни, 200 носил. Просто уставшие ноги были. И плюс еще мы на соревнованиях носим по покрытию, там, бетонка или асфальт. А здесь земля. У меня вес 150, и камня 150. И сильно грузнешь. Ну, нормально. В принципе, для усталости нормально. Неплохо, я скажу так. Пришедшие из глубины веков масс-рестлинг сочетают в себе народные традиции и современный спорт. Этот вид вдохновлен идеей мира и устойчивого развития в третьем тысячелетии. Такие соревнования служат мостом дружбы, культурного обмена и успешного спортивного сотрудничества. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.